МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В каждом портрете, будь то труженик тыла или защитник Родины, замерла уникальная история личного подвига. Пожалуй, именно поэтому церемонию награждения медалью общественного признания отец солдата решили провести здесь, в Музее Победы. Торжество объединило 28 мужчин из разных регионов страны, чьи сыновья отстаивают интересы нашего государства на СВО. В числе награжденных 4 белгородца. Один из них Сергей Гуминский. Мужчина посвятил службе в полиции почти четверть века. Своих сыновей воспитал в лучших патриотических традициях. С любовью к семье и своей земле. Старший Герман получил три высших образования, несколько технических специальностей и военную. Закалила срочная служба в ВДВ. А младший Валерий учился на таможенника. Однако оба выбрали для себя профессию защищать Родину. Бесценный опыт получили еще до начала спецспирации. Сергей рассказывает, безмерная отцовская гордость всегда переплеталась с чувством переживания за детей. Поэтому, недолго думая, решил и сам отправиться на Донбасс. Еду туда и встречаюсь с младшим сыном. Он у меня командир, я его подчинен. Сын был рад, доволен. Ну как, родная душа появилась вдруг. Старший сын, он был в другом месте. Тоже на СРО. Я думал, он до речи потерял. Бать говорит, ты чё? Я говорю, ну, я вот так решил. Сергей подписал контракт на полгода. За это время побывал в Луганске, Угледаре, Владимировке. Вернулся домой в мае 2023-го, после травмы, которую получил во время боевого задания. Говорит, на передовой это, увы, не редкость. Сыновья были неоднократно ранены. Валерий перенес семь контузий. Кроме того, в зону специальной военной операции переехала и его жена с сыном, чтобы помогать мужу и его сослуживцам быту. На счету бойца Цареградский крест за боевую доблесть, знак доброволец Донбасса за участие в спецоперации вскоре получит медаль Суворова. А Германа наградили медалью за отвагу. Оба представлены к Ордену Мужества. Душа всегда болит за сыновей. Тем более, довелось, когда рядом побывать. Я просто горд своими сыновьями. Сергей получил медаль за воспитание защитника Отечества и личный пример. Сегодня, на самом деле, каждому понятно, какое значение сегодня несет отцовство. Какая великая миссия сегодня на плечах отцов. Защита нашей страны и защита наших детей. Ну а всем нам. Я желаю победы. Но то, что у нас есть такие отцы, это уже наша большая победа. Также медаль Отец-солдата, но уже в другой номинации, получил Юрий Деев из Губкинского округа, Александр Дикарев из Волоконовского и Валентин Поша из Виделевского районов. Их сыновья проявили мужество и героизм. Погибли, но выполнили боевую задачу. Вы соль земли нашей. Вы и ваши дети. Вы являетесь настоящим примером для всех сегодня людей России, для наших мальчишек и девчонок. Медаль Отец-солдата учредила в этом году Всероссийское общественное движение «Отцы России» в рамках одноименной акции. Регулярно участники Белгородского регионального отделения выезжают на новые территории с гуманитарной миссией, а также вручают памятную награду тем, кто не может покинуть свои позиции. Это почетная миссия, которую несет наше общественное движение. Для того, чтобы популяризировать, во-первых, подвиг наших солдат, традиционные семейные ценности, выводить на совершенно новый уровень, признание отцовства, потому что это очень важно в воспитании подрастающего поколения. В нашем субъекте уже пять отцов получили такие награды народного признания. Вручение медалей стало доброй традицией общественного движения. По словам руководителя регионального отделения, следующая церемония пройдет в Белгородской области. Анна Свидовская, Павел Емелин. Программа «Такой день» на мире Белогорье.